Первая, вторая и третья. Привет, друзья! Сегодня я покажу вам три юбки, которые я сшила сама для осенне-зимнего периода. Это даже не имеет значения, в каком году я буду их носить. Эти модели прекрасно подходят для любого возраста. Они удобные, их можно комбинировать с различными элементами гардероба с сентября и до апреля. Первая модель из плащевой, плотной и мягкой в то же время ткани. Изначально мне хотелось создать юбку, в которой будет так же удобно, как и в брюках. Поэтому она удлиненная, и, кстати, эта длина очень актуальна сейчас. Зеркальная поверхность озера идеально гармонирует с тоном моего наряда. Правда? И даже байдарки красного цвета. Потрясающее совпадение! Ткань относится к спортивному стилю, и поэтому юбка отлично смотрится как с кроссовками, так и вот с такими туфельками из европейского костюма. Нам не туфли и гольфы подходящего цвета. Носите гольфы и гетры, и носки. Это модные элементы. Поскольку моя юбка удлиненная, жакет к ней я выбрала покороче, спортивного кроя, и она дополнена замочками, которые совпадают по цвету с обувью. А в этой чудесной сумочке у меня всегда имеется водичка. Вы можете подумать, что это опсла или шнапс. В любом случае, будьте здоровы! С теплым свитером, ручной вязкой и шотландским узором будет значительно теплее. Этот свитер я связала также сама. Или можно повязать поверх куртки длинный шарф с кистями. Кстати, вы замечаете разницу между словами «надеть» и «одеть»? Как правильно употреблять эти слова? Одежду надеваем. Надежду одеваем. Так что запомним. Одеваем человека, а одежду на себя надеваем. Прогуливаемся повыше в горку и любуемся осенними красками. Это особенно приятно, когда на ногах удобные альпийские высокие сапожки на шнуровке. Деревенские пейзажи очень романтичны в любое время года. Поскольку в брюках мы будем ходить предстоящей зимой, сейчас хочется чувствовать себя еще легко и свободно. И для этого у меня есть юбка из мягкой ткани. Это шерсть с кашемиром, с узором пипита или куриная лапка по-другому. Когда я приложила эту ткань к себе, я сразу поняла, что резать ее мне ужасно жалко. Но на самом деле. Поэтому у модели я сделала лишь один шов сзади. Всю ткань я заложила складками по талии. Обдвернув полотно вовнутрь, получился двойной пояс. Это добавило тепла в области поясницы. Таким образом, получилась очень теплая юбка для зимы. Однажды в онлайн-магазине я нашла вот такое кашемировое полотно цвета бордо. И сразу решила сшить накидку. По контуру я пропустила мягкую тесьму. Поскольку ткань легкая и мягкая, она прекрасно драпируется. И поэтому я собрала ее поясом на талии. Все вместе сочетается и по пропорциям. Вытягивается силуэт. Облегающий сапог демонстрирует ногу и щиколотку. Женственность и элегантность продемонстрированы в модных тенденциях. И комплект получился теплый, красивый и актуальный. Как видите, боковые швы отсутствуют. В движении полная свобода и легкость. Можно набросить накидку поверх одежды, как большой и теплый палантин. Люблю приходить сюда, чтобы посмотреть на эту очаровательную скульптуру. Девчушка познает мир круглый год. В легком платье и с босыми ножками. Ну а повторение, мать, учение. Надеваем одежду, одеваем надежду. Природа готова к зиме. Уже прошли ливни и отшумел ветер. А барашки остались без шубы. Ну ничего, у них скоро новая вырастет. Лысенькие. Третья юбка согреет на протяжении всей зимы. Она сшита из стопроцентного кашемира и прямой длинненный силуэт. Также отличная альтернатива брюкам. Это модель с запахом. Запах глубокий. В верхней части он создает двойной слой ткани. А внизу ножка открывается только от колена. Это не стесняет движения. Позволяет делать шаг широким, как мы привыкли в брюках. Фиолетовый цвет очень насыщенный и отлично подходит скорее для того, чтобы видеть его в нижней части костюма. В области лица я советую дополнять виолет красками, которые добавят свет и не будут бросать лишнюю тень на лицо. И такую юбку я комбинирую с жакетом до талии. Это удлиняет силуэт и, несомненно, подчеркивает талию. Хотелось бы добавить на эту картинку золотые лучи солнца, но это будет в другой день. И снова повторим. Одежду надеваем. Надежду одеваем. Надеваем одежду. Одеваем надежду. Я желаю вам модной и уютной осени. Увидимся в новых видеосюжетах.